Могут завестись в ши. Я не смогу сделать фотографии. Как ты их моешь? Пластиковая шапка на голове. Тяжело и туго. Привет, красотка! Три недели назад я круто сменила свой образ и заплела 123 косички, да, мы считали, на своей голове. И в этом видео мне хотелось бы максимально раскрыть эту тему. Я отвечу на ваши вопросы, поделюсь своим опытом, покажу даже несколько причесок, которые можно делать с афрокосичками. И даже покажу эффект после. То есть, что стало, станет с моими волосами, когда мы все это расплетем. Не забывайте, конечно же, про стаканчик воды или, как в моем случае, целый бутыль. У нас сейчас за окном плюс 36, поэтому про чай я даже не могу думать. Ну и первый такой вводный вопрос. Как вообще плетутся афрокосы? Как происходит этот процесс? Этот процесс происходит полностью, от и до вручную. Три феи порхали над одной и плели в шесть рук мои 123 косички. Ну, начинается, наверное, как и все в нашей жизни, с желания. С желания поэкспериментировать над собой, над своей внешностью, над своими волосами. Вы с мастером выбираете цвет, потому что заплести можно абсолютно любой цвет. Для первого раза я решила не сильно выходить из зоны комфорта. Это и так максимальный выход на самом деле. Поэтому цвет я решила оставить свой, натуральный. Но можно заплести абсолютно любой цвет. Можно превратиться из брюнетки в блондинку. Можно добавить фиолетовые, розовые пряди, неоновые даже пряди, которые будут светиться в темноте. Почему я говорю пряди? Не пряди, а каниколону. Это как раз-таки тот самый синтетический материал, который вплетается в косички. Потому что многие у меня спрашивают, Саша, это твоя длина, да? Нет, конечно. Если бы здесь не было каниколона, это все бы смотрелось грустненько так, скудненько. И, конечно же, не так объемно. Это на каждую? Да, это на одну косичку получается. Примерно у нас получается грамма 5-6. Каниколон добавляет густоту, каниколон добавляет длину, каниколон добавляет объем. Каниколон делает, в принципе, всю эту прическу. Как было в моем случае, я просто нашла красивую картинку в Пинтересте. Прямо ее показала мастеру и сказала, мне надо так же. Плетается каниколон от самых корней. То есть, вот выбирается квадратик на вашей голове. И от самых корней вплетается каниколон, и косичка заплетается вместе с ним. Как же он держится на концах? Потому что, как вы видите, никаких резиночек у меня нет, ничего. Каниколон плетется до самого низа. И уже когда все косички заплетены, по косам проходятся парогенератором. Такая система. Здесь парогенератор, здесь косички, и здесь влажная тряпочка. И под воздействием температуры каниколон как бы съеживается и держит форму хоть сколько. И эти маленькие волоски каниколона, маленькие торчащие штучки, это все так красивенько приминается и становится аккуратным. Сколько по времени плели косички? Ух, долго, девочки, очень долго. На плетение моей шевелюры ушло 10 часов. И работали, трудились надо мной, как я сказала, 3 профессионала. И мой вам совет, обязательно берите то, чем вы можете себя там занять. Потому что 10 часов сидеть на попе ровно, это не очень прикольно. Я, конечно, молчу о том, каково было мастерам все это время, они вообще-то стояли на ногах. Но у них, кстати, знаете, своя медитация. Они немножечко так пошатываются, так плетут, и как будто в своих мыслях куда-то ушли. Ну, как бы прикольно. Я на самом деле брала с собой монтаж. То есть я брала с собой ноутбук поработать, и во время плетения тебя то укладывают полежать, полежать, чтобы было удобно мастеру прийти, то ты наклоняешься немного налево, то наклоняешься направо. И вот в тот момент, когда мне можно было комфортно сидеть на попе ровно, это было самое начало. И я думаю, ну вот хотя бы сейчас два частика помонтирую. И я сажусь, и это как раз самое начало, когда только начинают расчесывать волосы, разделять по прядочкам. И меня так это расслабило, что я вообще не смогла сконцентрироваться ни на чем. Потом я открываю свой монтаж, а у меня такой массаж. Ну, вы знаете, это же очень такая чувствительная зона. Не для всех, но для меня да. Пытаюсь что-то там связать, что-то сделать, понимаю, что не получается. Минут 15 я пробовала-пробовала, все убрала. Берите с собой аудиокниги, просто книги, видеолекции какие-нибудь на Ютубе. Обед. Обязательно продумайте то, какой у вас будет обед. Позаботьтесь о себе в этот день. Часто меня спрашивают, кому подойдет такое плетение. На самом деле, абсолютно всем оно может подойти, если у вас есть желание заплестись. И если ваша длина волос хотя бы 5 сантиметров. Как долго с ними можно ходить? Вообще в интернете гуляет информация, что там 2,5-3 месяца максимум. Но мне мой мастер сказал, Саша, лучше не больше полутора. И то, как бы по состоянию волос. Вот я сейчас спустя 3 недели пришла. Она сказала, все, ок, ты можешь еще поносить 2 недели. Это все равно видно, волосы начинают отрастать, и у корней могут формироваться колтуны. Ну, мини-колтуны, которые потом будет тяжело расчесывать. И в принципе, прическа уже становится не такой эстетически привлекательной, поэтому рекомендуют не больше полутора месяцев. В моем случае 3,5 недели. Посмотрите, и они выглядят, ну, практически как в первый день. Я попозже еще расскажу, какие там, конечно, минусы и что я открыла для себя. Но в целом, 3,5 недели, я думала, что у меня тут все пушиться начнет, уже я точно сниму, но нет. Я буду снимать только потому, что у Евы день рождения, я хочу быть с кудряшками, как-то более девчачьей, что ли, я не знаю, хочется вот какой-то такой ми-ми-ми. А с косичками я все-таки себя чувствую более дерзкой, поэтому я сниму раньше срока. Какие ощущения первое время? Первое, с чем вы столкнетесь, это то, что, конечно же, тяжело и туго. Но и то, и другое нормально. Почему тяжело? Потому что шея привыкла нести на себе голову и волосы, да? И наши волосы обычно как бы постепенно растут, и мы эту нагрузку даже не замечаем, которая увеличивается. А здесь, значит, тебе прибабахли 600 грамм. Ну, вот у меня было 600 грамм, у кого как. Я такая встала, шея привыкала первые 2-3 дня, потом нормально. Почему туго? Потому что, конечно же, плетется все прям-прям вот у корней. И волосы, конечно же, натягиваются, и поры приоткрываются. Вся кожа головы, она как бы немного раздражена первые 2 дня. Мне дали антисептик и порекомендовали каждые 2 часа в течение суток брызгивать кожу головы прям по прядям, чтобы ничего там не воспалилось. Ну, в крайнем случае появились бы маленькие прыщики, было бы раздражение, эти участки бы чесались. То есть ничего прям страшного бы не произошло. Но все равно лучше как бы избежать таких моментов, поэтому антисептиком сбрызгиваем. Как спать с косичками? Первую ночь было тяжело. По ощущениям кажется, как будто у тебя какая-то пластиковая шапка на голове. Но это вроде твои волосы. Просто все такое немягкое, непривычно, что ты волосы свои обычно вот так вот делаешь, да? И плечо твое чувствует мягкость, и рука чувствует мягкость. А тут они как бы немножечко такие вот грубоватые. То есть любой мой поворот слева направо, я просыпалась, ну тут же засыпала, но все равно. Такой поверхностный был сон. Опять же, моя кожа головы привыкла уже за ночь и за день, и на следующий день все было ок. Как их мыть? Нужно ли? Можно ли? Больно ли? Наверное, это самый часто задаваемый вопрос. То есть не сколько там плели по времени, когда их снимать, бла-бла-бла. Просто как ты их моешь? И все, девочки, намного проще. Я тоже так переживала, тоже думала, что это вообще что-то будет нереальное. Я так готовилась к этому процессу, к мытью головы, просто как в космос. Короче, все намного проще. Вообще, некоторые за всю носку, там, за месяц, за полтора, ни разу не моют голову, потому что не чувствуют необходимости. Я не знаю, как такое происходит, потому что, как по мне, под пыль все-таки скапливается. Ну да, окей, волосы запретены, но кожа головы-то, она как бы потеет, и хочется это наверно убрать. Сама я в жизни в среднем мою волосы раз в пять дней, а с косичками стала мыть раз в десять дней, раз в две недели. Это, конечно, офигенно. Первый раз я помыла спустя две недели после заплетания. Не знаю, почему мне казалось, что это так сложно, может быть, потому что вот мне так мастер-процесс объяснил, как что-то такое интересное, что мне нужно в тазике смешать мыло с водой, точнее, не мыло, а шампунь, развести такую шампуневую водичку. И этим раствором с помощью губки для мытья посуды проходится по прядям. То есть прямо так вот разделять, прошелся, опять разделять, прошелся, и вот так все пряди. То есть сами косички мыть, прям вот как-то намывать, размывать там что-то не надо. Просто та пена, которая пойдет с корней головы до кончиков, ее будет достаточно для того, чтобы освежить, очистить от пыли, все равно от загрязнений сами косички. И в итоге это произошло так быстро, я так к этому готовилась, я помылась минут за 7, наверное, и это намного быстрее, чем мыться со своими волосами, потому что, а, ты сюда не наносишь ничего, кроме шампуня, тебе не нужно наносить маску, тебе не нужно выжидать маску, тебе не нужно наносить бальзам, тебе не нужно это все расчесывать, это все так просто. Единственное, что они долго сохнут, но у меня и в принципе мои волосы долго сохнут, и я никогда их не сушила феном, поэтому мне вообще это вполне ок, что я весь вечер ходила, да, немножечко они у меня постоянно капали. Чуть-чуть надо промокнуть полотенцем, то есть не растирать, а просто промокнуть. Я бы не рекомендовала вечером мыться, потому что спать с мокрыми косичками это такое себе удовольствие. Подходим к следующему мифу-вопросу. Правда ли, что в афрокосах могут завестись вши? И здесь мне просто хочется узнать. Ребят, вы знаете, как вообще происходит тот процесс, когда в ваших волосах заводятся вши? Надеюсь, не заводятся, да? Это происходит только контактным путем, то есть по-другому вши к вам залезть никак не могут. Не важно, есть у вас афрокосы, не важно, есть у вас вообще косы, не важно, с какими вы волосами, если вы контактируете с человеком довольно-таки близко, ну или там поспали на подушке, как-то приобнялись, у которого есть вши, то они могут попасть к вам. Другим каким-то образом они к вам попасть не могут. Наверное, такой миф рождается просто, видя вот эти все косички, ты думаешь такой, ой, наверное, там вообще ничего не моется, не проветривается, и там что-то заводится, но нет. Вредят ли афрокосы волосам? Я тоже этим вопросом задалась сразу же, потому что для меня густота, здоровье и объем моих волос это прямо что-то такое сокровенное, дорогое, что я очень берегу. И мастера задала этот вопрос, она сказала, что нет. Можно, конечно, подумать, что каждая лягушка свое волото хвалит, и никогда мастер не скажет, что типа, да, это вредит волосам, поэтому иди, конечно, я тебя заплету. Но нет, на самом деле она достаточно логично все объяснила, что многое тут зависит, знаете, как с ношением линз. Вот когда говорят, что от того, что ты носишь контактные линзы, у тебя портится зрение, но на самом деле сами линзы по себе ничего, конечно же, тебе не испортят. Если ты будешь правильно гигиенично подходить к этому процессу, менять вовремя раствор, надевать чистыми руками, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и вот также здесь, если тебе мастер, хороший мастер, а своего мастера, которого я очень бы рекомендовала, я могу оставить в описании. Те, кто из Екатеринбурга или из ближайших городов, приезжайте к ней, если у нее есть еще, конечно, места, потому что сейчас лето, это такой жаркий сезон на афрокосы и на всякие штучки. Так вот, если мастер делает все грамотно, если вы не перехаживаете с волосами, то есть не носите их там полгода, то наоборот, как раз-таки, афрокосы берегут свои волосы, потому что каждый день ты с ними ничего не делаешь. Если там в среднем каждая девушка раз в два дня точно сушит феном, вытягивает волосы утюжком, завивает плойкой, то есть какие-то постоянно термонагрузки происходят, сильное расчесывание и так далее, этого всего не происходит целых полтора месяца. И тут такой важный момент. Многие, когда расплетаются, видят, сколько волос падает вниз и очень пугаются, что вот столько волос у меня выпало, так вот, значит, все-таки что-то с ними не так, значит, им было плохо. Но здесь такая обманочка происходит. Смотрите, в то время, пока вы полтора месяца носите волосы, ну или сколько там, ваши волосы, которые каждый день выпадают, а у нас каждый день выпадают, около ста волос в нормальных абсолютно условиях. То есть мы расчесываем волосы, не замечаем того, куда эти волосы падают, но это происходит, это факт. Так вот, когда они заплетены в тугие косички, им некуда физически выпасть. То есть они остаются вплетеными, а потом, когда вы все расплетаете, все эти волосы, все сто волос каждый день в течение полтора месяца, все выпадает вниз. Я представляю, какой это шок, ты такой смотришь и такой, в смысле? Вот это все выпало сейчас, это из-за плетения? И, конечно, нет. И последний вопрос, логически завершающий все предыдущие. Как расплетаться и сколько расплетаться? Можно ли самостоятельно расплестись? Да, можно, но я не буду. Все, что можно сделать с мастером, я лучше буду делать с мастером, если есть такая возможность. Расплетаться с мастером 3-5 часов, ну, то есть, представляете, сколько вы дома будете расплетаться. И все это нужно хорошо прочесать. Вообще, в идеале, мастер сразу же прочесывает на мокрую, так скажем, то есть с водой, чтобы все хорошенечко прочесать, никаких колхунов не было. Я уговорила своего мастера, чтобы она мне просто на сухую расплела, потому что, если делать на мокрую, то весь этот объем фактически упадет. И я не смогу сделать фотографии. И я пообещала ей, что, думаю, я сама все прочешу остальное и хорошенько выму волосы. Ну что, в курс дела я вас более-менее ввела. Давайте теперь пройдемся по плюсам и минусам. Долго я разглагольствовать не буду, просто так вот по пунктикам. Из плюсов, это, конечно же, что это нереальная смена образа, и просто ты становишься другим человеком на полтора месяца. А это, знаете, это больше, чем просто пункт новый образ, потому что это дает тебе новую энергию, это абсолютно другой взгляд на себя каждый день в зеркало. От этого хочется какие-то решения принимать, которые ты раньше не принимала. То есть все взаимосвязано у нас, всего лишь какие-то волосы, всего лишь какая-то прическа. Второе плюс, это то, что можно поэкспериментировать с цветом и с длиной волос без вреда. То есть вы вплетаете просто каникулон другого цвета, как я говорила, и ходите полтора месяца блондинкой, хотя вы брюнетка. Ну, прикольно. Намного лучше, чем красить волосы, абсолютно точно их портить, покупать дорогущий уход. Говорю вам сейчас про цену и поняла, что не добавила этот вопрос, не ответила на вопрос, сколько же это стоит. На самом деле все зависит, конечно, от местонахождения, Москва это или регионы. Но хочу сказать, что отдельно оплачивается плетение мастером или мастерами, если вы берете двух или трех мастеров. И отдельно ваш каникулон материал, потому что это материал абсолютно одноразовый, он используется вот раз и все, он выбрасывается. В целом это не очень-то дешевое удовольствие. Третий плюс, как я уже сказала, волосы отдыхают, вы их не сушите феном, вы их не перегреваете плойкой, утюжком и так далее. Ну, условно отдыхают. Конечно, они вплетены в косички, но если сравнивать с тем, что они могли получать, какой урон они могли получать каждый день в виде термонагрузки, я считаю, что они отдыхают. Самый, конечно, главный плюс, самый кайфовый плюс, это то, что ты забываешь про укладку, ты забываешь про расческу. Деречки, я не видела расческу в свои глаза 3,5 недели. Ты не думаешь, как их уложить, причесать. Ты как бы проснулся, щук, простецкую самую прическу и все, ты уже прекрасен. Следующий плюс, то, что каникулон добавляет длину и объем. И на этот период у вас действительно ого-го, какие объемные густые волосы, что не может не радовать, согласитесь. И последний очевидный плюс, это то, что волосы нужно мыть гораздо реже. Я представляю, какой это кайф для тех, кто мыл волосы каждый день или через день, а многие девушки так часто мыют волосы, и тут тебе такой, оп, раз в неделю. Минусы аврокосичек, это долго. Это долго плести, это долго расплетать. Не каждый на это пойдет уже. Ну, например, год назад я бы на это не пошла, потому что я бы Еву не оставила на 10 часов с таким спокойным сердцем, как я это сделала в этом году. Второй очевидный минус, это, конечно же, то, что стягивает волосы, то, что тяжело и вообще любые физические вот проявления, которые, ну, не очень-то приятные. У кого-то вообще болевой порог супер низкий. Некоторые зрительницы мне писали, что настолько все стягивало, настолько было неприятно, что на третий день она пошла и расплелась. Притом она мне это написала в самый первый день, когда у меня все вот как раз-таки тянуло, и я такая думала, серьезно? Кстати, какие-то виды спорта сразу, можно сказать, отметаются, потому что я попробовала очень активно потанцевать с косичками, и это реально тяжело. Те, кто, например, на пилоне танцует, летает, это вообще очень тяжело, где у тебя постоянно голова должна быть вниз, потом вверх. Ну, прям для шеи нормальная такая нагрузка. Конечно, может быть, наоборот, хорошо, шея там тренируется, все такое, но просто надо понимать, что это будет тяжело. И третий для меня такой самый неприятный, я бы сказала, эстетически некрасивый минус, это то, что волосы выпадают, как я уже говорила, и выпадать им некуда, поэтому они остаются заплетенными в косичках. Но луковки, которые были в вашей голове, они видны у корней, потому что они никуда не делись. И луковки эти белого цвета, и если приглядеться, я вам сниму кадры поближе, то кажется, как будто у тебя либо перхоть, либо кто-то там реально живет. Конечно, я в жизни максимально редко с кем-то вот так очень близко посмотри мне в корней волос. Мне никакого это дискомфорта не доставляет, кроме какого-то такого личного ощущения, что я вот знаю, что они сейчас там есть, и что выглядит это не прям таки опрятно. Но, как по мне, минусов, конечно же, меньше, чем плюсов, и даже вот этот минус последний, который для меня такой, ну, самый неприятный, я все равно очень-очень-очень довольна, что заплела косички. Отдельным блоком в этом видео я хочу показать прически, которые можно делать с автокосичками, они очень простые. Это то, что я себе делаю, ну, вот каждый день, когда думаю, что будет такого интересного поделать, потому что еще, знаете, ты же понимаешь, что у тебя ограничен срок ношения, что это не на всю жизнь. Поэтому хочется экспериментировать еще чаще, сделать какие-нибудь себе маленькие там шишечки, выпустить как-то интересно пряди. И для первой прически нам даже не понадобится резинка. Основную массу волос направляем назад, выделяем пряди у висков и завязываем их сзади на узел. Пряди с косичками отлично держатся без резинки или заколки, и можно выпустить несколько косичек у лица. Готово! Вторая прическа высокий хвост. Выделяем часть волос сверху и берите резинку попрочнее. Мой вам совет, чтобы не произошло того, что произошло у меня. Затягиваем хвост и готово. Кстати, можно скрыть резинку двумя косичками из этого же хвоста. Следующая прическа похожа на первую, но ключевой момент. Здесь косички нужно распределить по сторонам, а не назад. Снова забираем пряди у висков и связываем их сзади. Такая прическа мне безумно напоминает Жасмин. Можно заплести косу из косичек. Это очень быстро, получается объемно и эффектно. И напоследок просто низкий хвост и пара пряди у лица. Я же говорю, с косичками любая, даже самая простая прическа будет смотреться классно. Ну и, наверное, всем интересно, и мне сейчас интересно, потому что еще сейчас я с косичками, а уже следующие кадры будут со дня расплетания. Расплетение, расплетание, расплетание. Да. Мы расплетались 4 часа, при том, что я тоже немного поучаствовала. Это действительно можно сделать самому дома, но я даже боюсь представить, сколько бы у меня ушло на это времени. Итак, первые эмоции после расплетания. Здравствуйте. Я просто облачка. Я ожидала, конечно, что у меня будет объем, но не настолько, честно. Мне, получается, разрешили расплестись на сухую. Обычно мастера расчесывают, и потом сразу же влажной расческой проходятся, чтобы избежать возникновения каких-либо колтунов и проблем с расчесыванием. Но я уговорила их просто расплести на сухую, чтобы я могла пофоткаться с таким образом. Поэтому сегодня мне дома предстоит все это делать самой. И вот у меня возникла идея. Я посоветуюсь, конечно, еще с мастером. А можно ли мне остаться так до завтра хотя бы, чтобы отпраздновать Евен день рождения с такой вот шевелюрой? Я, конечно, еще сама не особо привыкла. Может быть, приду домой и пойму, что нет, не хочу. Посмотрите, какой у меня пучок. Нет, я хочу все-таки. Кайфовое, конечно, чувство, что ты можешь наконец-то вот так вот сделать. Все хорошенечко прочесать, если это надо. Напишите обязательно, как вам. Мне кажется, афрокосы стоит заплетать хотя бы ради этого. У нас сейчас была суперкоротенькая экспресс-такая съемка с фотографом, чтобы просто запечатлеть этот образ. И вот я побежала домой. Еще куча дел перед Евиным днем рождения. Он как раз завтра. В общем, клятите афрокосы, если вам этого хочется. Я бы повторила, наверное, в сентябре. Если мы поехали бы куда-то на море... Все, красотки, я заканчиваю это видео. Благодарю за просмотр. И подписывайтесь на меня в Инстаграм обязательно. Там спи жачок всегда, там я каждый день. Увидимся совсем скоро и пока-пока. Пока-пока. Я бы сгантал.